Всем привет! Активность под прошлым видео про НП меня прям поразила. Вы снова все огромные молодцы. Соотношение просмотров к комментариям так вообще не виданное для этого канала. И большая часть из этих комментариев была за Три Портланда. Ту штуку, которая продолжает историю про ОНП. Так что продолжаем тот самый ролик. Вообще Три Портланд связан с довольно большим числом организаций мира SCP. Так что я постараюсь рассказать именно про само это место, а про организации оттуда как-нибудь в отдельных видео. Тем более, что сама по себе эта локация описана очень детально, что радует. В лоре SCP есть такая штука, как оккультные войны. Когда различные мистики, сектанты и прочие веселые ребята устраивали между собой побоище. И вот во время шестой по счету такой войны, которая была где-то в конце 19 века, в Портланде случилась крупная битва, в результате которой пространство там как бы расслоилось. Сам город Портланд остался на месте, но появился параллельный мир. Карманное измерение по форме напоминающее яйцо, нижняя часть которого заполнена землей, на которой стоит точно такой же Портланд, как и в реальности. С тем лишь отличием, что поверхность, на которой стоит город, загибается краями кверху. Потому из любой точки города можно видеть любую другую. В это странное место можно попасть через множество порталов, которые раскиданы по всему городу. Порталы эти были не просто дырами в пространстве, а запутанными путями, пройдя через которые в Портланде, человек оказывался в Трипортланде. Получившийся карманный мир не имеет четких границ и постоянно расширяется. На краю этого мира находится плавный переход между реальностью как таковой и небытием. Местные жители стараются не подходить к этой границе, боясь раствориться в пустоте. А что бывает с теми, кто растворился в пустоте в мире SCP, я расскажу в одном из следующих роликов. Вот такой вот спойлер получился. При этом город расширяется от центра, потому здания постепенно съезжают к этой границе и растворяются в ничто. Потому жители заблаговременно покидают старые и строят себе новые дома ближе к центру. Так что город выглядит как постоянная стройка в центральной части и нагромождение плывущих, как часы на картинах дали заброшенных домов по краям. Сами здания строят в основном големы, полуразумные мистические существа из еврейской мифологии. Ребята простые и неторопливые, потому домов на всех не хватает, и узкие улочки аномального города набиты бездомными. Да, из-за этого расширения в Трипортленде почти нет дорог, ведь их строительство не слишком целесообразно в маленьком и крайне изменчивом городе. Потому этот мир состоит из узких тесных улочек целиком, набитых при этом стреляющими мелочь мистическими существами. Любителям площадей и парков там определенно не понравится. В этом новом карманном измерении поначалу обосновалось британское мистическое общество, которое использовало его для того, чтобы разместить там существ из гибнущих миров. В основном народ Сидов, который, кстати, упоминается в той версии SCP-001, что про фабрику. Однако с началом Первой мировой войны часть людей из британского общества вернулась обратно в Англию, чем воспользовалось местное население Трипортленда и основало свое правительство, которое состояло из мэра города и городского совета. Они, впрочем, оказались довольно слабой властью, отчего в Трипортленде завелось множество банд, которые использовали аномальные особенности этого мира для своих темных дел. В конце концов, удобно грабить людей и перевозить незаконные товары по межпространственным путям на самом-то деле. Местный мэр в первую очередь занялся такой важной вещью, как управление погодой этого мира. Причем куда в больших масштабах, чем просто разгон облаков. Жителям города надоело, знаете ли, видеть пустоту, что лежит между мирами, которую они постоянно видят, повернув голову наверх. И они натурально сделали себе небо, небесную твердь, на которой можно менять картинку, по которой ездят солнце, звезды, планеты всякие. Можно даже устраивать дождь и снегопад. Но кроме этого важного дела, мэр также попытался организовать образование. Но школы быстро позакрывались, потому что местные жители боялись, что в учебных заведениях детям будут промывать мозги пропаганды, а не учить чему-то полезному. Вот такие они дальновидные все оказались. Зато с высшим образованием все получилось куда лучше, потому что получился Дир Колледж, или Олений Колледж, если переводить. Дир Колледж это вообще отдельная организация в мире SCP, с которым связано не так много объектов, всего пять, но довольно много рассказов. В Оленьем Колледже есть два основных факультета. Это светский факультет, где можно учиться нормальным наукам, и оккультный, где учат всему тому же, что и в Хогвартсе. Но несмотря на такую бурную жизнь оленьих Гарри Поттеров в городе, от Репортланде после ухода оттуда англичан, несколько десятилетий было практически ничего неизвестно внешнему миру. И снова этот межпространственный город был открыт, когда американские власти преследовали банду Chicago Spirit, которая занималась во время сухого закона 20-х и 30-х годов США, подпольной продажей алкоголя. Кстати, аномального алкоголя. Фонд SCP содержит около десятка объектов, связанных с этой бандой, так что волшебное бухло они производят довольно продуктивно. Банда эта по большей части в итоге прекратила свое существование, потому что в США отменили сухой закон, алкоголь стали продавать открыто, и ребятам, видимо, стало не так интересно. Но какие-то ее остатки спрятались в трех Портландах, ведь местная полиция, состоящая всего из нескольких настоящих людей, управляющих толпой не очень разумных големов, оказалась очень плоха в том, чтобы ловить хитрых бандитов. Преследуя их, американское бюро расследований наткнулось на порталы, ведущие в карманное измерение, где им оказались не очень рады. Местные жители дали отпор. Тогда агенты государственной службы начали охранять все порталы в межпространственный город, не давая ни войти, ни выйти из этого мира, что закончилось переговорами и договором о том, что правительство США дает три Портланду автономия, а государственные агенты могут входить в город. Этими агентами как раз и были люди из отдела необычных происшествий. Те самые Скали и Малдор от мира SCP, о чем говорилось в видео про эту организацию. Тем временем сеть путей, которая изначально соединяла Портланд с миром, начала разрастаться. И из этого измерения стало возможно попасть не только в Портланд и некоторые другие города США, но и, например, в Лондон. Хотя, судя по всему, в мире SCP в Лондоне вообще какую дверь не откроешь, окажешься в другом мире. Не в Трипортланде, так в библиотеке странников, не в библиотеке, так в Лагаде. В общем, хороший город, интересный. Из-за этого всего в город начала ломиться вообще вся аномальная общественность отовсюду. Например, существа из лаборатории Прометея, часть церкви разбитого бога, а именно Максвеллиты, то есть те ребята, которые изобретают аномальный искусственный интеллект и Wi-Fi и мечтают с ним слиться. И многие другие. Под конец туда пришел и сам Андерсон, который возглавляет Андерсон Работикс и привел своих роботов, так что народец там вышел довольно пестрый. Опрос населения, который как-то провел мэр, выявил, что 80% населения Трипортланда это люди или что-то на них похожее. 13% это сиды, 3% это призраки, 1% это разумные животные, полпроцента неведомая хрень, остальные проценты еще более неведомая хрень. Кстати, интересно, почему нет роботов? Детройт негодует. Но в основном выходит, что в город прибыли разные любители технологий, что привело к появлению в городе электрического транспорта, способного перемещаться по узким улочкам. Также умельцы из лаборатории Прометея умудрились соединить город с интернетом. В то же время Максвелиты смогли наладить Wi-Fi, так что обитать в межпространственной сочевальне стало можно со всеми удобствами, которые нужны современному человеку. Хотя тот самый максвелитский Wi-Fi доступа к интернету не давал, через него можно было сидеть только во внутренней сети города, в локалочке, так сказать. А сидеть во внешнем интернете можно было только под надзором товарища майора из ЦРУ. Желая сохранить контроль над городом, ЦРУ занималась не только чтением трафика местных жителей, но и не пускала внутрь этого мира представителей других организаций, занимающихся ловлей аномалий. Потому тот же SCP не может просто приехать в Трипортленд и переловить весь местный мистический зверинец. Поначалу ОНП ЦРУ старался пользоваться этим по полной, слившись с местной полицией и вообще властью. И даже местный мэр, тот, что погодой управляет, не делал ничего без ведома этой секретной службы. Это сыграло с отделом необычных происшествий злую шутку, ведь жители Трипортленда начали постепенно проникать в сам ЦРУ. Но что еще веселее, Андерсон построил несколько роботов, неотличимых от людей, которые проникли в американское правительство. Это было обнаружено фондом SCP, потому SCP в итоге добился возможности попадать в Трипортленд, в частности для того, чтобы поймать самого Андерсона. В ходе совместного рейда SCP и ОНП, который, кстати, описан в отдельном рассказе, было захвачено несколько предметов, поступивших на содержание SCP, прямо из самого Трипортленда. Это SCP-5460, устройство, которое позволяет общаться людям на расстоянии телепатически, полезная в хозяйстве вещь. SCP-5560, устройство, содержащее аномальный искусственный интеллект, способный предсказывать будущее. Это как когда хочется погуглить что-нибудь из будущего, но не получается. А если бы у вас был SCP-5560, то получилось бы. Также агенты SCP схватили аномального человека, которого стали содержать как SCP-5725. Учитывая все аномальное население этого города, парню, видимо, прямо очень не повезло. По лору, это все происходит в 2024 году. И похоже, это последняя дата для Трипортленда, потому что, если SCP встречает аномалии, они помещаются в камеры содержания. Они живут в карманном измерении в виде города. Впрочем, это можно считать концом самого Трипортленда, но не его жителей, ведь к тому моменту они уже чуть ли не поголовно работали в отделе необычных происшествий ЦРУ. Таков экстрамерный город Трипортленд. На самом деле, это было довольно ленивое видео, потому что почти вся инфа написана на одной странице. Даже странно, что ее не переводят. Как по мне, достаточно интересное чтиво. А кроме того, по трем Портлендам очень много рассказов, которые повествуют о разных деталях жизни в этом городе. Их так много, что из них можно собрать целую книгу. А все благодаря очень продуманному изначальному сеттингу. И в одном из рассказов описывается гибель этого карманного измерения после того, как фонд SCP в 2024 году совершил туда рейд. Это действие, видимо, нарушило что-то в местной реальности, и она начала разваливаться, превратившись из уютного города во фрагментированный ад, из осколков реальности, постепенно тонущая в окружающей пустоте. И как обычно, пишите какую организацию будем разбирать в следующем подобном видео. Если в комментариях будет большая активность, то разборы организации будут выходить почаще. Так уж ютуб устроен. Всем пока!